привет дорогие друзья пока сидим на как говорится самоизоляции сегодня съездил забрал ножи на заточку встречался заказчиком и так первое вот такая уставшая финка буду восстанавливать полностью видите кто-то здесь уже сделал такой серьезный подвод точили на точилке это уже мои полосы на наждаке в общем сейчас буду восстанавливать подводы на точилке что руками здесь очень долго ну посмотрим финка как сказал заказчик очень старая вот там еще какие-то как-то буквы прослеживается написано вот такая вот на расклепчик стандартная классическая финочка буду восстанавливать просто видите как здесь заход сделали возле пятки буду спускать спуске делать одинаковые с одной стороны и с другой в общем времени наверно будет достаточно ну по ней я покажу чуть попозже когда уже закончу все эти мероприятия но буду пряможидочные как говорится видео включать ну и классических стандартных кухонных ножа 3 вот первый такой большой рк вы видите состоянии вот один вот такой вот второй ножичек и вот такой маленький овощничок я по ним тоже буду включать видео показывать чем я точу чем финиширую в общем будем смотреть как говорится результаты работы здесь уже видите наверх к есть скольчик такой явно выражено что-то рубили в общем надо будет восстанавливать посмотрим так что работа на сегодня есть не переключаемся смотрим и наблюдаем наверное займусь сначала кухней а потом займусь финкой либо наоборот сейчас посмотрим и так впереди будет много интересного ну чтож как обычно в таких случаях ремонт финночки сканди спусками выходит на арену старый добрый китайский апекс который может где-то наверно лет 7 сейчас протачиваю снимаю чтобы выйти на сравнять режущую кромку со спуском надо будет столько снять потому что вы видели завалено было на наждаке точили под очень острым углом сейчас дойду до рк чтобы как говорится был спуск а потом уже на камнях вот эту вот этот перелом это место границу вот этого спуска фабричного с этим сравняю на камнях буду уже наверно дотачивать до руках но сейчас пока формирую спуск убирая вот эту неправильную геометрию на одной стороне потом буду на другой вот так не спеша тихо и спокойно нужно будет снять достаточное количество металла ну надеюсь все получится и так оставайтесь на канале посмотрим что из этого выйдет что ж мой китайский старичок не справился с финкой потому что уже некуда было ниже опускать вот и потому что подводы разной ширины было с лесами пришлось разбирать точилку вектор снимать поворотный механизм использовать ее в качестве апекса вот сейчас так вот протачиваю вот делаю сейчас спуск ну вот так чуть-чуть осталось видите ближе краю карка в общем сейчас вытягиваю полностью спуски сначала с одной стороны потом с другой стороны буду ровнять ну а потом будем уже дальше протачивать уже абразивами ну чтож снимается очень долго очень нудно ремонт есть ремонт количество металла здесь мы просто капец сколько его натерлось спуске снял восстановил нож будет как бы все время в бардачке для периодических работ заказчиком обсудили сейчас делаю не буду вновь сводить он попросил чтобы она такая была более универсальная более универсальная поэтому сейчас буду здесь заточу делаю микроподводник и все и буду отдавать заказчику это у него нож как бы он дорог как память ему уже очень-очень много лет давно его дарили его друзьям вот и поэтому он у него как бы на периодических работах то есть не совсем все время в работе но периодически бывает поэтому мы сейчас все вопросы обсудили с ним уговорили спуске снятие вот это выравнивание всех этих заняло где-то около трех часов ну и сейчас пойду помою точилку потому что на вся в этом в черных вот этих стружки вот это опилки блин и буду заниматься заточкой сделаем микроподводные там ножи и будут приступать к кухне ну чтож впереди еще наверное ждет меня масса всяких интересных вещей так ну что ж смотрите у кого есть такие точилки точилку я сразу пошел в ванну сполоснул помыл с мылом насчет сразу ржавление и всего остального перед тем как собирать эту точилку во все я позже предполагал что я буду ее мыть когда она будет грязная под струей воды под душем поэтому во всех вот эти места вот эти крепления места вот эти где винты везде вот сюда сюда вон на задние ножки везде я солидол у меня такая смазка была для станков вот австрийская такая трудно нас очень такой очень густая вот я туда все по набивал по закручивал чтобы если туда вода попадет чтобы не было моментом ржавчины сейчас выставлю ее на свежий воздух она то у меня просохнет быстренько на ветру и все буду опять собирать ставить поворотный механизм и продолжать заточку начинаю точить точу масляными камнями барайтовскими масло которое шло сарканзасами делаю микро подводик на финночки предваряю комментарий что финка так не работает с подводом этот вопрос был оговорен с владельцем поэтому здесь все как по желанию заказчика все по желанию заказчик видела как работает сквозь какая ох то где мы это протиралка забыл все забыл протиралку точится очень быстро очень легко так 600 дойдут до тысячного и все это дело закончилось ими же наверное буду точить кухню тоже буду финишировать тысячным они у меня все одинаковой толщины то есть особых проблем составлением угла не будет единственное что самый грубый это будет у меня 220 убрать сколы все остальное убрать сколы ну даже вы сами видели кухня она не особо такая трудная в заточке вы скачали из губок ну да ладно так что то у нас получается как он режет как он режет все ставлю тысячник прохожу тысячником и буду свинкой заканчивать ну что ж заканчу пока выключаюсь потом уже покажу кухонники и уже в конце все как говорится этапы работы так что то есть а так принципе можно поднять чуть-чуть сейчас еще раз проточу в принципе я и все ну я думаю что вполне достаточно в бардачковый вариант все так ну что ж примерно вот так примерно так где у нас тут чем чем вы пробовали резать отлично аккуратненько старая финочка еще на аэровойлоком пройдусь околочку полирую и внутри не раскрою и все и будет нормальненько ну что ж перехожу на кухню оставайтесь сейчас буду начинать точить так ну что ж зажал первый нож большой менять угол заточки смысла нет поэтому буду попадать заводской угол чтобы не нарушать геометрию ножа так чуть-чуть надо выжим отлично вот так вот и продолжим можно даже чуть-чуть еще поднять как раз вышел на заводскую кромочку все протачиваю убираю все дефекты на рк работаю абразивами с маслом видео где точки остались это проблемы на рк видео к retreat то чудо 2 220 начал камнем 20 20 между 30 30 30 30 30 30 31 что у нас надо еще протачивать в общем пока сейчас отключусь включаемся уже после окончания посмотрим что у нас получится на РК ну что ж первый нож готов заточил я его и потом все таки без проблем точил абразивами барайдерскими и ну финиш делал решил попробовать байкалит туфит смотрите как работает работал на нем с маслом и пастой люксор вот такой эффект работает камень просто класс вот такой ну давай вот так вот байкалит туфит вот он работал с маслом и с пастой результат для кухонного ножа боюсь что завтра хозяйка как бы чего не вышло нож острый надеюсь не порежется так ну что ж первый готов сейчас буду второй думаю никаких особых ничего нового не покажу ничего не покажу давайте попробуем папиросную булочку удачу Ну, в общем, как-то так. Ну что ж, встречаемся уже в заключительном ролике. Больше показывать не буду. Остальные ножи буду точить аналогичным образом. Вот такую вот кромочку дает Байкалит. Не знаю, видно, не видно. Тут он все блестит. В общем, включаюсь уже после того, как заточу. Что ж, вот так вот закончилась сегодняшний день самоизоляции. Наточил четыре ножа. Один лежит, сейчас буду полировать. Это кухонька. Ножи были вот такие фирмы. Все уже наверняка знают. Ну, фокусируйся. Вот так вот. Заточились очень хорошо. Точил пятью камнями всего. Камни барайдовские и финиш Байкалит туфит с пастой люксор ноль три. Вот. Ну, в принципе, и все. По финке три часа я снимал спуски с двух сторон. Очень тяжело. Пока я выровнял, потому что там ее начали точить. Точить ее начали, когда она затупилась, специалист засунул ее на наждак. вот таким способом нажда крутится, и они просто сделали подвод наверх. Ну, вы видели. Но финочка заточилась очень классно. Финка старая, дорога владельцу, как память. Ну, что ж, на этом все. Всего доброго. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok